Начнем выпуск с ключевой темы сегодняшнего дня. Отозвать председателя Алтайского ЗАГС Собрания Александра Романенко. С такого предложения началась сегодня первая после летних каникул сессия парламентариев. Внес его депутат Андрей Волков. Ему не понравилось, что его пересадили. В июле Волков вышел из партии «Единая Россия». Независимого депутата исключили из одноименной фракции в парламенте и решили пересадить. Депутат оскорбился и потребовал отозвать председателя КЗС. На сессии сегодня побывала моя коллега Анастасия Дороган. Настя, ну вот в соцсетях вот этот поступок уже называют демаршем. Так состоялся ли он? Нет, не состоялся. Практически сразу заговорил Андрей Осипов, это председатель комитета по правовой политике КЗС. И он сказал, что такие непроработанные вопросы вот в сию же секунду в повестку дня не вносятся. Но Андрей Волков это не остановил, и он заговорил еще раз. Первая после лета сессия и уже такой накал. А начиналось все безобидно. Вот представьте, пришел Андрей Волков в дом парламента, а ему говорят «пересядь». А он знает, что вышел из партии, исключенно с фракции. И сидеть в секторе для этой фракции нелогично. Перемена мест слагаемых для Волкова, видимо, меняет сумму. В конце сессии оскорбленный заговорил еще раз, что учтет все условия и будет инициировать процедуру отзыва председателя КЗС. Я считаю, что в Алтайском крае сменился губернатор, сменилось практически все правительство. Но команда в КЗС управленческая так и осталась. Я думаю, что будет логично, чтобы здесь были некоторые изменения. И считаю, что при нынешнем руководстве КЗС статус депутата опустился уже до катастрофического уровня. Пожалуй, это выступление сорвало очеку. И тут лагерь возмущенных таким возмущением делится на две группы. Одни негодуют, что Волков вообще заговорил. Андрей Волков – фигурант уголовного дела, бывший учредитель управляющей компании «Прогресс плюс». Его обвиняют в присвоении 43 миллионов рублей. А вторые вспоминают, что за много лет депутатства Волков ни разу на сессиях не брал слова. А тут дважды и с такими заявлениями. Вот фарс был такой. Я не знаю, кто за вами стоит или что за вами стоит. Не знаю. Но мне удивительно, для чего вы раскачиваете лодку. Когда с нас снимали все полномочия, где вы были тогда? Вы же тихо молчали. Сейчас, когда нам возвращают полномочия, вы обвиняете в этом председателя. Ирина Солнцева тут говорит о том, что за последнее время полномочия КЗС расширились. Это согласование министра финансов и эконом-развития, рассмотрение госпрограмм, плана приватизации, договоры между регионами. Но, видимо, под своими словами депутат подразумевает что-то другое. В общем, серьезность намерений Волкова покажет только следующая сессия. Но работу никто сегодня не отменил. Один из важных законопроектов – расширит реестр полигона в край. В Министерстве природы предложили включить в список законных свалок места размещения, введенные до января этого года. В перспективе возить мусор можно будет ближе. А это уже повод пересмотреть тариф. Пересмотрят и страховую пенсию для сельских жителей. Мы выходим в законодательные инициативы о том, чтобы для тех, кто проработал 30 лет в сельском хозяйстве, доплата к страховой пенсии предоставлялась независимо от места проживания. Доплата составит 25% от суммы страховой пенсии – почти 1500 рублей. А комитет по здравоохранению собирается ввести в гражданский оборот иммуноглобулин. Депутаты хотят добиться, чтобы их продавали только после сертификации и клинических испытаний, чтобы обезопасить людей от побочных явлений и последствий посерьезнее. Могут сказать как, ну это же его желание было, применил, не применил и так далее. Но раз ущерб здоровью нанесен препаратом, который сертифицирован, понятно, да, то естественно он должен иметь механизм социальной поддержки. И еще одна давняя тема – противодействие коррупции. Только за прошлый год нашли сотни нарушений в зарплатах и декларациях депутатов. Иногда замечания были небольшие, но десятки депутатов в селах сдали свои мандаты. Законотворцы продумывают альтернативные формы ответственности и готовятся объяснять, что такое существенные и несущественные траты. Главное для депутатов – умысел. Если он забыл, если недостоверно, ну, предупреждение. Если же он осуществил сделку, приобрел квартиру, машину, у него доходы далеко не такие, ну, это понятно. То есть мы должны определить философию. Вот такой богатой была повестка 34-й сессии КЗС. Настя, ну, достаточно эмоциональная и, по сути, продуктивная получилась сессия. Будем ждать следующую, которая уже в сентябре. Посмотрим, какие сюрпризы принесет она нам. Спасибо. Ну, а мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok